Всем кишмиша, а вы у вас на канале Ховниша. Извиняюсь, что я не делаю видео уже почти неделю. Дело в том, что я проследил свои глаза, и как вы понимаете, с полуживыми глазами лучше сидеть за ноутбуком. Но сейчас мне стало лучше, а значит пора делать видео. Как я понял, топа персонажа вам нравится. Мне за что, мне хорошо. Ведь вот это вот видео является моим самым популярным, по Фноворолд имя я виду. Поэтому сегодня расскажу вам от самого слабого до самого сильного Фредди по Фноворолд. И да, итоги конкурса будут в конце видео, чтобы не расслабить выступление. Ладно, набираем 350 лайков, и я делаю следующее видео. Погнали. Десятое место, и кто же это может быть? Может обычно Фредди, и это... Дедли паркур киллер, Дарк Бравл Старс, Ассасин, Сталкер, Снайпер, 1998 русский... Стой, Фредди. Честно, он довольно слабый. Отвратитель, мерзкий. И нормально, а как это только Миктос? Ведь платье Феверес наносит очень мало урона, и очень мало их хилят. А Списону, конечно, ускоряет, но в обычном Фредди есть похожая атака. Но она увеличивает не только скорость, а и защита с урона. Поэтому то Фредди тут проигрывает. Девятое место, и это Шэдоу Фредди. Что? Он же есть в третьем ряду. Ну как сказать, он полностью зависит от трендома. Это можно понять по его атакам, ведь он практически бесполезен против боссов. И да, я знаю, что, к примеру, Анскрю тоже может вотшотать босса. Но не всегда он на врагов работает. А он тут еще, блин, на 8 с милипетрическим шансом должен сработать. Поэтому я считаю себя довольно-таки слабым. Восьмое место. Сломан на Фредди. Да, опять я считаю персонажа с третьего ряда слабее, чем персонажа с первого. Ну как сказать, Миктос есть у обычного Фредди. Гумсонга-то, конечно, хорошо, но как-то так себе. Может, третья атака будет сильной? А нет, это СК. Атака, которая также работает по рандом, и может вошотнуть с нескольких врагов. Но зато шансы маленькие, и еще сама атака глаза режет. Ведь она призывает до глюки на весь экран. Благо, в редакторе в Вереси эти полоски сделали полупрозрачными. Седьмое место. Обычно Фредди. Да, наконец-то дошли до него. Хоть он активно значимых персонажей, он все равно сильнее мутил других персонажей из первых рядов. Про Миктос мы уже знаем. Пицавил наносит сплошный уран. Конечно, небольшой, но если прокачивать его, он станет больше. И Бёрзды. Атака, которую может даже прокачивать игрок использовать. Ведь эта атака на короткое время бафает всех персонажей. Шестое место. Голден Фредди. Честно говоря, средний по-моему, лучший персонаж. Короче, Голден Фредди. Давайте посмотрим на его атаки. Джеймс Кирк, по мне, одна из самых бесполезных атак в игре. Вот серьезно. Когда вы последний раз использовали его? Да, он станет врагов, но ненадолго. И плюс-то не работает на боссов. Рейни Дэй 2. Его самая сильная атака. Наносит нормальный такой сплошный уран, да к тому же еще добавка противников. Еще атака Хаутинг. Станет одного врага на долгое время, но также не работает на боссов. Пятое место. Фантом Фредди. В том видео я его очень сильно недооценил. Ведь у него и все атаки для добавки противника. А значит, его можно использовать даже в предбитве против совы. Да, я знаю, что он не наносит уран, но... И он специально сделан так. Поэтому он отличный саппорт персонаж. Вот это хорошо. Четвертое место. Кошмар на Фредди. Неудивительно, что он тут. Бай 2 наносит большой урон, служит и бафает, а Фредди уносит сплошный урон. Идеальный баланс. Атака для одного врага, атака для дебафа и атака для сплоша. Поэтому он довольно-таки хороший, я вам скажу. Вот мы и подобрались к последним трем местам. Сразу скажу, что следующие персонажи будут плюс-минус одинаковые. И мне было немного сложно их ставить по местам. Третье место. Это Фредберт. Хоть он и является почти самым редким персонажем, И его получает не так. По атакам он такой себе. Давайте разберём их. Мегабайт наносит большой полусплошный урон. Но дело в том, что и у наших двухстоточек кандидатов творится эта атака. Регинсонг. Эм... Челт. Эм... Челт. 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 Эта атака есть у Чики. Обычной Чики. Из первого ряда. Что бы вы понимали, эта атака сюда вообще не подходит. Регинит очень мало ХП. Кажется, как секунд. Ну, это всё равно не справляет ситуацией. Понимаете? В конце игры враги будут настолько сильными, что будут одну атаку и вам будут здоровье сносить. А это ещё и в лучшем случае. И этот реген, ну, максимально бесполезен. Его последняя атака это мими-бол. Да, круто, конечно, что твои атаки повторяются, но... В конце игры, в то время, когда ты получишь его, у тебя, скорее всего, уже должен был быть чип на автомиме. И поэтому теряется смысл от этой атаки. Я понимаю, когда, к примеру, у Purple Ball будет такая атака. Ведь ты получишь, скорее всего, в середине игры. А тут Фрэйбера, который ты получишь в конце игры. Ибо он редкий до жопы. Поэтому он такой себе, как и для персонажа из предпоследнего ряда. Второе место, Кошмарный Фрэйбер. Ещё один персонаж из предпоследнего ряда. Разберём его в атаке. Токсик Пай 2 носит большой урон и ещё отравляет. Фрэйдлики, вы уже знаете, что делает. Но, как я и говорил, персонажи из предпоследнего ряда мы получаем ближе к концу игры. И фрэйдлики уже будут казаться не настолько сильными. Да и тем более. Обычным врагов мы будем уже убивать на изи. А значит, у нас останутся только боссы. А использовать сплошь атаки для босса, ну, не знаю, так себе. Ещё у него есть атака мегабайт. Вот так. И первое место... Ну, Кошмар. Как тебе такое, а? До этого уже можно было догадаться. Я долго выбирал, да. Пять минут думания этого очень много. И потом я понял, что Кошмар всё же сильнее. И мой друг тоже так считает. По факту они отличаются только одной атакой. А именно, у Кошмара вместо Фрэйдликов атака районни Дэй-2. Как бы сплошь арон и ещё к тому же деба. Хотя, можно считать, что Кошмарный Фрэйдлик и Кошмар практически одинаково подсили. А вот такие получился топ. Если вы к ним не согласны, то вежливо напишите, почему вы так считаете. Но, мне кажется, так люди не говорят. Да, даже особо голубых кровей. А теперь, итоги конкурса. И дабы авторов тех рисунков, которые, я считаю, хуже остальных, не грустили. Я покажу все рисунки. А вот третье место, второе место и первое место. Обожаю этот рисунок. Поставил бы даже на обои. А вот рисунки, которые не выиграли. Но всё же, огромное спасибо всем тем, кто нарисовали арты. Ну, подписывайтесь, ставьте лайки и заходите в Матерингран канал. А всем кишмиша! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok